Максим Горький писал Возьмем, например, исходную основу словообразующую с корнем УЧ. И с помощью суффикса И получим глагол УЧИТЬ, а с помощью суффикса ЕНИК, существительное УЧИНИК, с помощью суффиксов И и ТЕЛЬ у нас получится УЧИТЕЛЬ, с помощью суффиксов И и ЛИЩ УЧИЛИЩЕ, с помощью суффикса ЕНИ УЧЕНИЕ. Суффиксион образует от производящей основы прилагательное учёный. Такой способ словообразования называется суффиксальным. А если к исходной основе прибавляется приставка, то новое слово образуется приставочным способом. Давайте-ка сыграем с вами в игру. В ней будет участвовать исходное слово «шли». В нём известный нам корень «ш» со значением движения, суффикс прошедшего времени «л» и окончание множественного числа «и». А ещё в игре будут участвовать разные приставки, которые вы вспомните сами. Образуйте как можно больше слов приставочным способом от словообразующей основы «шли». Наверняка у вас получились слова «вышли» и «пошли», «зашли» и «подошли», «прошли» и «пришли», «перешли», «отошли», «обошли» и «сошли» с дороги. Так же, как суффиксы, приставки, как вы заметили, образуют новые слова с самостоятельным лексическим значением. Прежде чем узнать о третьем способе образования слов в русском языке, предлагаю отгадать загадку. Из-под снега расцветает, раньше всех весну встречает. Конечно, вы догадались, какой это цветок. Речь идёт о подснежнике. Каким же способом образовалось это слово? Попробуем отбросить от слова приставку. Слово «снежник» не существует. Тогда уберём от этого слова суффикс. И слово «подснежь» не бывает. Значит, это слово образовалось одновременным прибавлением приставки и суффикса к основе «снег». Помогает определить, каким способом образовано новое слово, конечно же, его лексическое значение. Действительно, подснежник – это цветок, который вырастает из-под снега. Имя существительное «подснежник» образовано приставочно-суффиксальным способом. А теперь вернёмся к нашему лингвистическому дереву. На словообразовательном дереве есть листья «светолюбивый», «светловолосый», «светофор». Как же образовались эти слова? И вновь нам поможет их лексическое значение. «Светолюбивый» – тот, который любит свет. «Светловолосый» – имеющий светлые волосы. В этих именах прилагательных сложены два корня. И в слове «светофор» исторически тоже было два корня. Корень «фор» от греческого «форос», что значит «несущий», значит «светофор» – это дословно «несущий свет». И вот способ, которым образовались слова «светолюбивый», «светловолосый», «светофор» называется сложением. При образовании слов способом сложения происходит объединение исходных частей слова с помощью соединительных гласных или без них. А слова, образованные таким способом, называются сложными. Предлагаю вам определить, как образовались сложные слова. Глубоководное, саблезубый, многоклеточные, одноклеточные, большерогий. Думаю, для вас не составило труда обнаружить, что глубоководное образовалось от основ «глубокая» и «вода». Это водоем с глубокой водой. Поэтому слово «глубоководное» сложное. Корень «глубок» и корень «вод» соединены с помощью гласной «о». Саблезубый – такой зверь, клыки которого напоминают сабли. Саблезубый. И это сложное слово. Мы можем выделить в нем корень «сабль» и «зуб». Корни соединены с помощью соединительной гласной «е». Многоклеточные организмы – те, которые состоят из множества клеток. Одноклеточные имеют всего одну клетку. Следовательно, многоклеточный и одноклеточный – это сложные слова, образованные способом сложения. Большерогий – это олень или лось, имеющий большие рога. И вновь в сложном слове мы выделяем два корня – «больш», «рог» и соединительную гласную «е» – «большерогий». А теперь скажите, в каком учебнике нам могут встретиться все эти сложные слова? Конечно же, в учебнике «природоведение». И слово «природоведение» образовано путем сложения. «Ведать» значит «знать», «изучать». «Природу изучать» нам помогает природоведение. Корень «природ» и корень «вет» соединяются с помощью соединительной гласной «о». Давайте составим и запишем словосочетание с этими сложными словами. Глубоководное – сообщество. Саблезубый – тигр. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Большерогий – олень. Запомните, что в сложных словах соединительные гласные бывают только «о» и «е». Итак, сегодня мы узнали об основных способах образования слов в русском языке. Приставочном, суффиксальном, приставочно-суффиксальном и сложении. Продолжение следует... Продолжение следует...